добрый день дорогие друзья с вами пётр соколов компания market сегодня поговорим о новом анализе возможности его использования своих торговых стратегий в своих торговых системах пожалуйста ответьте мне как меня слышно и видно если слышно хорошо прошу поставить плюс отлично никаких эхо нету нормально хорошо значит сегодня мы поговорим о следующем уже четвертый раз мы проводим вебинар на тему волновой анализ и пробежимся быстро по прошлым вебинарам что вы вспомнили для тех кто еще впервые сегодня присутствует также и я вам расскажу уже сегодня то есть у нас вебинар я думаю будет более-менее индустивный интересным быстро пройдемся потом вам покажу очень простой вариант нахождения точек входа в рынок и конечно же получение прибыли также хотел бы спросить как обычно поставьте пожалуйста одни ручки в час по торгуют на реальных счетах и двоечки кто на демо счетах дмитрий или торгуют на реальных счетах кто-то тестирует на демо и на реале понял так сегодня у нас 50 на 50 основном да хорошо отлично сегодня кто-нибудь торговал у них помочь может сделки открывал такой день интересно да как открытие сессии разу рынок пошел наверх вот и должен александр не торговал марина до марина как сегодня день плюсе в нуле либо в очень хорошем плюсе может быть вот хорошо давайте перейдем сейчас я включу демонстрацию экрана мы перейдем нашим любимым графиком больше мы делал вот нормально молодцы главное что если вы торгуете то всегда торгуйте накладывайте это очень интересное занятие которым нужно заниматься все время повышать свои навыки повышать качество своих дел чтобы больше у вас было простых делать чем делать которых вы бы не хотели видеть статистики своих торгов мы переходим значит на ум так значит а хорошо также хотел вас спросить на каких валютных парах вы бы хотели чтобы я вам сегодня все показывал может быть не только на валютных парах но и начнем по-другому я думаю будет таким интереснее он было хорошо еще какие есть пожелания на такси но александр у нас любитель дакса я помню начнем с фунт доллара да ну хорошо чтобы не затягивать слишком надолго вспомним до начала саму логику построения вон то есть основной смысл включается в следующем нам нужно найти первую волну то есть первая волна она всегда импульсная сильная и заметно она либо пробивает она в любом случае пробивает локальный максимум либо минимум смотря какую смотря какую сторону мы будем строить нашу вон сейчас на мой график долларом напоминаю да то что волны бывают двух формации это трех волновые движения и пяти волновые движения сейчас мы напомним когда вы сможете увидеть то есть вот обратите внимание да вот по фунт доллару до этого момента был нисходящий тренд график шел вниз был локальный максимум в этой точке после сильный импульс также кто-то будет по прайс экшену вы сказали что вы здесь появился покупатель соответственно они бы уже среди срок вставали в покупку но мы видим что да хорошо пошел вверх вот снимай значит берут это движение до первую волну далее у нас получают вторая волна вот короче на ввиду того что движение сильная и двери такого квартального мероприятия который проходит сегодня результат который будет вместо да вот эти волна вот пожалуй я то есть классика жанра идти вам новая формата я не напоминаю еще раз закрепим наши знания те кто присутствует это не присутствует до первую очередь нам нужно мы находим первую волну самое главное для нас это найти начало третьей волны также мы используем мы используем сетка фибоначи напоминаем да то есть наш основной сетка фибоначи на котором мы пользуемся уровнями сейчас видите вот обратите внимание стандартной сетки есть некоторых уровнях так что которые уровне вы не видите прошел вас добавить их все последствия чтобы вы могли использовать для своего анализа да вот обратите внимание дать нам понадобится уровень 131 161 уровень 76 и 4 и уровень 2 и данного напоминаю вам да то есть мы находим первую волну натягиваем сетку с вершины до основания потом ждем ее отката и находим начало третьей волны наша основная цель поймать это начало третьей волны и взять это все движение почему потому что третья волна она самая длинная и самая прибыльная всегда обратите внимание да то что фунт у нас было движение наверх импульсное сильное мы натянули сетку как я вам говорил на предыдущих вебинарах то что фунт он такой волатильный инструмент и по нему обычно откаты не такие уж и сильные происходят как на других валютных парах основной пункт часто отбывается от уровня 61 50 ну конечно же наша основная цель это дождаться от второй волны от этих уровней уже покупали на что мы опираемся также напоминаю прошлое вебинары это два индикатора маги со стандартными установками и осциллятор а у сам пожалуйста вот наши три инструмента мы будем пользоваться два индикатора сетки воначьи ну конечно же наш опыт построения вон который мы можем находить так просто он появился отлично появились вопросы делал так на дакте звуковое сопровождение очень плохое может только у меня так могу погромче говорить если вам это требуется евро доллар но мне он тяжело дается до двух плохого двух плохого сейчас попробуем добавить звук как сейчас звук как у меня сейчас лучше для 3 как звук хорошо меня слышно рано гречить можно можно много что делать но я думаю что и так будет все понятно нормально только чуток фонит хорошо пусть немножко фонит настройте свои колонки так чтобы вам было удобно слышно я буду говорить почетче и погромче ну давайте продолжим да то есть основные правила построения волнового анализа мы находим первую волну вторая волна не может быть больше первой волны то есть если откат пойдет в размер первой волны вторая волна будет соответственно пойдет ниже соответственно наш наш анализ неправильно где-то мы что-то неправильно учили да вот и конечно же мы находим начало третьей волны по классическому волновому анализу подтверждение начала подтверждения третьей волны является уже пробитие вершины первого в этой точке большинство трейдеров кто пользуется практическим волновым анализом дошли в покупку вот с этими целями которые здесь указал 161 действие 261 здесь стандартных настройках да смотри и он пошел потом четвертый волна так напоминаю да то есть нашли первую волну построили сетку и далее смотрим на индикатор на и наши прекрасные индикаторы если я здесь сделала разметку на часовом графике соответственно входы лучше искать через таймфрейм да если мы делали допустим на минутном графе вот пожалуйста входы нам лучше искать на 5 минут если на часовом то на 15 вот обратите внимание по фунту напоминаю да это было первое занятие сейчас слишком подробно об этом не будем что мы здесь делаем мы находим первую волну построили сетку фибоначчи с последующими уровнями 131 и выше туда куда мы предполагаем пойдет график наши и уже от этих уровней которые указаны на сетке внутри первой волны ему нам нужно найти именно разворот и продолжение нашего и плюсного тренда в сторону которую мы хотим в данном случае покупать вот смотрите если я смотрел на часовом графике соответственно я перехожу на 15 вот наша первая волна то есть как я вам говорил опираемся в первую очередь на сетку фибоначчи и на индикаторы могли и а о почему мы их используем два потому что а вот часто и участки сигналы могли дает их меньше соответственно когда меня этот цвет тогда и происходит изменение тренда очень просто раз об этом рассказывал вот смотрим да в данной ситуации график шоу могли продажи показывает а вот уже в них движение цены здесь мы видим что цвет а о дико проснился на зеленый пересек точную точку и также цена уже куринский подошла к вершине первой волны но есть такое прям идеальное движение прямо по классике да я вам напоминал что если вы доходите именно когда у вас по классическому анализу до 100 должен был бы быть смотрите какой 270 пунктов но если стоп для нас совершенно неприемлемый такой большой да то мы ставим стоп через уровень данной ситуации мы бы поставили стоп вот если мы заходим между уровнями 76 и 4 мы бы стоп поставили за уровень где-то между 61 50 до я поставил за 50 уровень 50 он так очень серьезно вот пожалуйста здесь мы вошли со стопом стоп пунктов да так бы у нас было первоначально это 131 так и ранее расставил 161 здесь мы со стопом стоп пунктов взяли бы 161 также напоминаю то что фунт он практически восьми процентов случаев доход до цели 161 пакет кибоначьи да сейчас мы бы взяли 200 пунктов то есть соотношение с попросток у нас было бы одним что соответствует принципам технического правилам технического анализа вот но в данной ситуации мы же прекрасно знаем что в беду референдума на великой детали можно было бы намного больше эту сделку держать и я даже нам вот если бы мы ориентировались на цель 261 то здесь можно было бы взять практически 500 пунктов да то есть по стопам 100 пунктов мы бы взяли 500 пунктов 1 5 замечательное соотношение так в принципе это тема первого вебинара я вам рассказал сейчас перейдем быстренько расскажу вам о тем 2 вебинара было я рассказывал как торговать внутри дня на какой валютной паре вы хотите чтобы я это показал и слушался можно хорошо на далее рассказывал вам я про как торговать внутри дня очень просто также очень интересно да я понимаю что он здесь нужно находиться внутри дня когда торгуешь намного больше за компьютером но если вы хотите брать хорошую рыбу желательно стараться находить вам больше за компьютером и хорошие точки для входа сегодня четверг до второго понедельника вот пожалуйста да напоминаю каким образом мы строили именно как нужно то есть и мы измеряем азиатский флэд до 9 утра до начала лондонской сессии кстати обе сделку вашего по кунтигену как раз по новому анализу специально чтобы вам показать буквально за 10 минут до начала нашего виду на вот обратите внимание нашли мы флэд азиатский я отмечаю лондонскую сессию 9 и 10 часов да то есть полностью на 10 часов вот здесь наша основная цель найти первую волну то есть с момента открытия дня вот обратите внимание то есть дня у нас отмечена функционными линиями вот первая волна почему я такой отмечу потому что я дождался пробития этого флэда как его напоминаю об этом вам уже рассказывал потом пошел откат соответственно здесь я уже натягиваю опять степку фибоначчи в сторону движения нашей первой волны вот смотрите да смотрим я уменьшать не буду чтобы времени у нас хватило пошел откат вот обратите внимание уровень 23 6 самая замечательная точка для входа почему потому что здесь нам нужно ставить стоп за основание первой волны в данной ситуации это было бы 30 пунктов но может быть 35 запасных пусть даже будет 40 да и напоминаю наши цели основными это основная 131 уровень по фибоначчи первая цель это уровень 100 иногда бывает просто не пробивает когда стоит очень спокойно и находится в опыте а самое интересное для нас это 161 и 2 вот и обратите внимание здесь я зашел бы в продажу со стопом пусть будет рискать пунктов первая цель у меня 131 пожалуйста вот 100 пунктов мы взяли 3500 и соотношение с вопросом при профитах 1 3 2 цель у меня 120 пунктов и ведь это 150 пунктов то есть 1 3 1 4 1 5 посетки фибоначчи все это четко заметно и понятно да то есть нашли первую волну дождались отката первая волна она должна пробить азиатский плед вот пожалуйста вторая волна да и пошли вниз взяли свою прибыль допустим мы бы вошли сделку вот в 10 45 порядка 10 до 12 мы вошли в сделки и взяли бы 150 пунктов 5 часам дня пожалуйста одна сделка более 100 пунктов отличный вообще вход замечательный сейчас еще один день покажу и переходим дальше но даже в принципе на следующий день сразу да то есть как я делал нет но была разметка я его раз перетянул сразу на следующий день вот 9 и про я ставлю где вертикальная линия и здесь чтобы не опитала на доллар-евро канал не доллар евро евро доллар законно так вот также измеряем азиатский флэк пожалуйста смотрим так вот у нас здесь такой тихий день до принципе вот было бы была бы первая волна потому что именно в этой точке было пробитие азиатского флэта оттягиваем сетку давайте приблизим далеко вот смотрите на вот у нас первая волна движение пошел откат то есть мы дождались пробития не торопимся куда-то входить спокойно ждем наши входы должны быть качественными вот смотрите да то есть шоу график цены вот здесь вот дошел на до уровня 50 видим здесь то что индикатор а о индикатор могли показывают движение цены вниз и еще пробивают точку 0 то есть уход минусовую зону соответственно мы пока что еще ждем до посвященными что она идет вниз она пробивает минимумы и продвигает ниже и ниже да тут я посмотрел сразу на индикатор магия первую очередь я смотрю на магия потом уже смотрю на кого почему потому что я вам говорю то что а вот дает слишком частые шум слишком ложные сигналы поэтому их используем связки вот смотрю что маги уже хозяйство среднего магия начала повышаться превосходить уровень который показывает индикатор индикатора значит а он изменил цвет и здесь я вижу то что уровень 38 2 был не пробит и здесь начались свечи рост растущей свечи вот я дождался одной свечки второй свечки смотрю значит а у меня уже индикатор магии предположительно заранее показывают рост индикатор а вот тоже показывают рост и уже когда пробивает график цены . 50 и движется в направлении пробития азиатского флета здесь я бы точно уже зашел в покупку тем более видно что индикаторы показывают пересечения из минусовой зоны в плюсовую и тут я вошел в покупку как я вам и говорил со стопом за уровень через уровень то есть у нас уровень 50 на нем мы вошли 38 вот 23 то был бы 40 пунктов да тут мы бы спокойно ждали как я и говорил спокойные флотовые дни уровень вершина первой волны она обычно очень часто от не отбивается здесь можно развивать делки на два входа то есть можно было где-то фиксирует 50 пунктов пожалуйста 50 пунктов можно было терпеливо ждать уровень 131 вот и как я вам говорил он очень любит заходить может быть это я люблю когда он доходит до уровня 161 вот обратите внимание он сначала раз отбился от уровня 102 раз отбился и причем здесь уровень 61 также его отталкивает очень сильно вот он пошел вот он импульс это свеча покупателя откат откат и дальнейшее движение 100 131 взяли 80 пунктов и смотрите как красиво он там коснулся уровня 161 по фибоначчи это было 9 вечера то есть мы вошли бы с вами в сделку в два часа дня поставить с попрос 40 пунктов цель у нас 120 пунктов соотношение 1 крем и пожалуйста берем прибыль 120 пунктов она была закрылась пор и профит все понятно в данной ситуации так все понятно вам все понятно ребят хорошо молчите значит так и давайте рассмотрим нас кто-то просит евро-доллар это понимаю очень интересно также хочу показать вам сделал который я вошел сейчас расскажу вам он я на вот обратите внимание здесь я взял по принципу можно даже сказать вот того что я вам рассказывал да то есть я так можно даже 10 утра вот произошло его пробитие я не ходил потом измерил первую волну вот пожалуйста прошел откат уровень 50 от того же верхнюю границу азиатского флэта и я его здесь покупаю стоп я поставил за уровень через мы практически через уровень между уровнями следующими до цель у меня 161 вот смотрите сколько у нас получается 100 пунктов цель 500 но пункт е но очень такой волатильный инструмент можно взять или на сто тридцать один пожалуйста я напоминаю вам да то что подтверждение третьей волны является именно пробитие первой волны вершины первой волны в данной ситуации я только лишь предполагаю что это пошла начало третьей волны также сейчас посмотрим что то индикатор показывает вот смотрите индикатор пока показывает ситуацию вообще немножко не по нашей схеме но функция на виду того что очень волатильный инструмент индикатор они себя как показывают свои значения по закрытию свечей да то есть мы можем я немножко заранее стал вот если перейду на пятиминутный таймфрейм смотрите мы видим что цена коснулась уровня 50 вот индикатор magdi цена пошла вверх отбила сотрудничать от 1 но не пошла дальше ниже опять растущая свеча индикатор magdi в данной ситуации уже показывает на рост движение цены индикатора показывает уже изменение цвета тренда на растущий пробивается кармана пробивает уровень 61 8 соответственно вот здесь буквально за 15 минут до вебинара я вошел в сделку вот поставил стоп за этой тенью конечно может быть различные движения тем более сами понимаете такая ситуация но ввиду того что по фунту сейчас проходит референдум вот и можно конечно стоп поставить и сюда но я поставил максимально ближе вот и спокойно видите вдруг когда я начал вебинар цена была минусовой еще в зоне того что минус 50 долларов сейчас уже показывает просто плюс 20 я зашел объемом 0 5 что именно сегодня я вам хотел рассказать очень часто мне моим коллегам задают вопросы где можно посмотреть запись вебинара очень бы хотелось все-таки понять еще раз потому что волновой анализ сам по себе и тяжелый а по даксу да волновой анализ да действительно немножко тяжеловат до 1 5 но когда вы будете часто пользоваться он должен будет все автоматически делать как это делать автоматически я вам сейчас расскажу после того как отвечу на вопросы марина а цена может доходить до уровня 423 может марина но если у вас хватит нервов ждать только этого уровня потому что обычно когда против мы хотим будет закрыть данной ситуации легче сделку разбить на несколько смотреть если убывать в тех случаях когда мы на более младших таймфреймах находим в начале третьей волны этих 3 обычно волны и называют так присмотреть на четырехчасовом графике на движении вверх да мы уже его рассматриваю сейчас я вам покажу более уберу мешают это индикаторы вот если как посмотреть разобрать вот этот момент вот именно импульса это 16 июня да сейчас мы более поближе его рассмотрим я вам рассказывал то что волны строятся из-под волны то есть если мы строим график допустим на четырехчасовом таймфрейме то на он он формируется из часовых таймфреймов да то есть там есть подволны то же самое что он будет смотреть вот у нас первая волна вклада он формируется из нескольких уже на младших таймфреймах ты смотри первая вторая третья четвертая пятая ведь одна волна составляет тоже пяти волновую формацию и поэтому по поводу уровня 423 если уж так говорить а вот у нас первая волна получила вот вторая волна я даже здесь вижу без цепки мочи что у нас было отбить от уровня 50 когда часто пользуетесь уже на глаз вот пожалуйста четко уровень 50 на как я вам и говорил первая волна откат уровень 50 такой интересный сильный важный вот пожалуйста покупку и пошел уровень 423 вот если очень часто бывали ситуации когда мы находим на третьем 3 до стоит что это такое когда подволны когда на более младших таймфреймах мы находим именно начало движения третьей волны но еще на более младших таймфреймах да то есть вот и была первая волна как я напомню у нас было здесь отбитие от уровня 76,4 то есть что значит третий в третий да первая волна лавы здесь то есть если график пробила режиме пошел дальше я сетку дотягиваю всегда вот сейчас вам объясню данную сетку пока уберем то есть вот мы видим что пошел откат но мы не знаем до какого момента мы с вами уже там определили да то что движение будет именно наверх мы его ждали мы его определили в этом моменте если вы посмотрите повнимательнее вот вы увидите на пятиминутном графике это скорее всего даже будет более понятно на минутном графике но это уже конечно совсем детально если вам интересно я думаю что да потому что многие хорошие входы волновики именно еще даже на минутном графике чтобы минимизировать свои стоп-лоссы и максимизировать свою прибыль вот смотрите то есть мы нашли откат вторая волна да мы ищем начало третьей волны но также на подволнах формируют тоже формации трех волновые и пяти волновые соответственно вот на первая волна видите был максимум здесь на этих уровнях 42 37 потом это импульсное движение наверх обновила максимум соответственно пошел откат и здесь мы уже на минутках ищем входы наверх начало третьего мы же помним да то что подтверждение эти волны идет после пробития основания вершины первой волны то есть мы здесь построили сетку вот сеточка смотрите как четко опять же уровень 23 6 себя отрабатывает и также внутри внутри первой волны все движется по этим микро уровня вот когда мы определили бы вот этот вход а вы его точно увидели особенно в этом моменте да соответственно это третья волна на минутном графике либо на пятиминутном графике то есть это третья в третий да мы предполагаем предполагаем что 3 3 и мы видим что уровень данной ситуации уровень 423 был бы достигнут вот пожалуйста все зависит от таймфрейма на котором вы смотрите делайте анализ надеюсь я ответил на этот вопрос а по таксу как день начинать если он с гэпом открылся сейчас александр я просто рассказывал очень интересно рассказывать смотреть глупо читать книгу не знаю есть какие-нибудь видео курсы для новичков команда есть конечно видео курсы вообще курсы есть их очень много в первую очередь если совсем нет каких-либо знаний относительно технического анализа то хочу сказать то что да в первую очередь хотелось бы чтобы какие-то основы должен человек понять наш будущий трейдер будущий коллега наш и впоследствии уже будет легче воспринимать всю информацию курс конечно же и они есть интернете их очень много но когда вы будете читать почему мы проводим вебинары почему мне очень хотелось до вас донести эту информацию когда вы будете читать курсы там очень много информации которые вам голову просто замусорит захламит почему потому что даже классический волновой анализ по делу только предполагает очень серьезное построение рассмотрения от минутных так скажем до недельных таймфреймов и наоборот просто сложным расходом а вы просто запутаетесь сначала рекомендую начать изучение просто фактического технического анализа построения каналов линии поддержки сопротивления вебинар будет вложен вебинар записывается как и прошлое канал так что всему свое время все успеете рынок круглосуточно работает с понедельника по пятницу наш кабинар на канале марки марина будут обязательно обещаю вам дмитрий да или последовать от себя может книгу полонового анализа дмитрий только что ответил в реальном времени можно это посмотреть что посмотреть галина в реальном времени так ну значит мы уже пробежались по второй тематике по второму вебинару которым проводили и самый простой вариант этому часу будет интересно всем вечерам послушать да то есть вы заметили на такой момент то что если движение цены вниз да мы ищем сейчас вам рисую вы все понимать кто догадался я рисую фигуры графического анализа двойная вершина двойное дно вот на классический технический анализ подразумевает с тобой следующее да если у нас цена идет таким образом то покупать надо по на пробитие этого точки здесь то есть я не опираю сейчас на графике просто вам рисую картину данной ситуации когда свеча уже закрылась выше этого уровня которые вот признают собой рисуют двойное дно здесь вот мы покупаем а вы обратите внимание да и вспомните что вам рассказывал если представить что это первая волна это вторая волна и вот на после пробития вершины первой волны у нас идет 3 который был на веке классического волнового анализа стоят в покупке вот он вот она все вот они две картинки это буковка м и буковка w то что вам нужно да понятно что вот эту часть принципе это как-то для более легкого восприятия картин скажем так и на продажу тоже самое да только смысл то в чем что когда мы ищем именно фигуры графического анализа то мы действительно встаем именно вот здесь покупка и соответственно в продажу после того как подтвердится именно обновлением максимума либо минимум но мы то ищем вот здесь у входе да почему потому что стоп-лосс мы будем ставить здесь а ты копит мы будем ставить выше вот на первая волна то есть нам нужно найти обращать внимание на такие вот формат и это можно делать на любых проектах давайте сейчас возьмем наш любимый евро доллар и dax александр я все помню что вы спросили сейчас мы перейдем а кстати вот смотрите картину интересная по евро доллару да то есть вот на дневном таймфрейме мы видим то что идет рост соответственно вот в этой точке тут был спорный момент вот эта первая волна это откаты этого же движения вниз но тут не было подтверждение того пробития основания тут только была тень скажем так которая предполагала чтобы мы подумали что она пойдет вниз но в итоге она пошла наверх значит надо построить график по-другому вот видите я построил первую волну таким образом как она отбилась от поддержки потом пошел откат вот здесь я уже натянул сетку фибоначчи пошел откат изначально он был отсюда здесь надо было вставать в покупке вот стоп лосс 100 пунктов теперь у нас обратите внимание как я и говорил уровень 100 он прям четко даже немножко за него заходит а почему это делать я вам уже говорил да то есть потому что здесь то имеет знание поверхностный волнового анализа они поставили отложники на покупку и ждут а у них пошел откат возможно их повыбивало да кого-то еще нет вот и есть смысл то в чем люди стали покупку стоп лосс на 100 пунктов да цена смотрите как пробила почему она пробила так вот сильно вниз по евро доллару потому что здесь тоже стояли стопы у большинства которые стали покупку да которые просто может быть опираясь на эту вот поддержку восходящего тренда встали в покупку и поставили за каналом 100 стоп лосса свои вот мы здесь устали покупку под часов часовом графику и конечно же вы заменены мы поставили бы стопы да конечно же на маркетингер нас выгиб этим стопам поэтому год опираясь на волновой анализ есть намного качественные ваши сделки будут да вот смотрите стоп пусть будет 100 пунктов и у нас так скажем вспомогательна 200 достигнута сейчас я ожидаю 1 15 не ожидаю уже но когда там заходил какие-то позиции я ее ожидал а вторая цель 161 ну по евро доллару она может быть не достигнута но если посмотрите вот 3 3 мая был максимум вот возможно до него и дойдет уровень скорости 1 1 1 15 потом 1 16 так и возвращаясь к тому что я вам бы хотел рассказать по двойному дну и двойной вершине это лучше всего смотреть на течение дня внутри дня то есть на более младших вот просто здесь надо как-то уже искать эти точки входа и вот обратите внимание я его сразу вижу вот евро-доллар сегодня образовалась вершина еще одна не обязательно чтобы эти вершины были наравне потому что двойная вершина может быть различные фигуры рисовать до данной ситуации на что получается вот наша буква т.м. пожалуйста то есть без лишних непонятных расчетов да если вам уж совсем тяжело пожалуйста вот здесь поставили отложник на продажу вот у вас первая волна смотрите вот она первая волна смотрите как опять таки все четко уже хочется сказать просто но просмотреть как как все просто и как все обычно происходит да вот 38 2 уровень встали встали в продажу 120 пунктов цель 161 вот пожалуйста 120 пунктов цель 50 55 пунктов взяли прибыль вот и всего лишь нашли формацию двойная вершина также мы это видим на индикаторах то что рост сменился на падение да такие входы в принципе можно рассматривать на всех валютных парах да сейчас найдем это то есть это уже совсем простое объяснение тому как же находить точки входа может быть по волновому анализу а может быть а может и не быть по волновому анализу а просто опираясь на двойную вершину двойное дно ну просто на одной сторон этих буквы м либо w вы натягиваете сетку всего лишь даже на минутных графиках это можно очень часто делать минут на графиках вообще можно заходить не знаю сколько десятков раз и быть в профите вот обратите внимание да то есть тут рисовать то лишний раз не хочется уже просто или не время терять вот было раз два три буковка у нас довольно нарисовалась на пробитие входим в покупку вот здесь стоп у нас 15 пунктов цель пожалуйста 20 можно просто два раза больше то есть размер стопа на размер тейк профита да здесь немножко получается рискованный момент да но мы же находим начало третьей волны можно заходить двумя сделками то есть первый вход у вас будет по индикаторам когда уже движение вы увидите в другую сторону здесь вошли со стопом 6 пунктов цель у вас 161 а может быть 200 да тоже смотрим по индикаторам вот 6 пунктов тейк профит 24 пункта да и второй вход у вас будет по вашу пробитию центрального основания то есть стоп у вас будет 16 пунктов тейк у вас будет здесь конечно лучше ориентироваться повыше вот два в принципе один канал дальше идем вот смотрите все на минутном графике вот пожалуйста да буковка м опять нарисовалась раз два три четыре на пробитии мы видим индикатор показывает низ встаем в продажу стоп 10 пунктов если 7 пунктов не успели взять ничего страшного ждем ждем видите то что основание вершина она не пробивается и пожалуйста берем здесь вот индикаторы поменяли свой цвет здесь мы закрываем 15 пунктов идем дальше вот то есть раз два три четыре в данной ситуации мы встаем в покупку стоп у нас 8 пунктов видим когда индикатор сменяет уже свое направление мы берем 10 пунктов в принципе все просто и понятно анализ в реальном времени галина но анализ в реальном времени проводят аналитики так посмотрим рассмотрим ваше предложение очень интересно я думал это было бы на самом деле очень полезно да потому что проводя на прошлых вебинарах анализы того же евро доллара и фунт доллара я показывал на неделю вперед и цены цели были достигнуты напомню что рассматривали мы тут вот такой вариант мы рассматривали вот он такой интересный вариант на сделки на средний срок вот у меня была первая волна я это рассказывал на первом вебинаре первый четверг этого месяца кто воспользовался информации молодцы сделали наверное себе хорошую прибыль вот обратите внимание график цены находился вот в этом месте как раз я сказал что график пойдет вот так вот либо отобьется и пойдет вот сюда вот здесь мы встали значит в продажу са стоп-лоссом через улей вон 100 пунктов 100 пунктов стоп-лосс был и цель у нас 450 отличный вход так что в принципе можно рассматривать на старших таймфреймах и предполагать что это как бы и в режиме реального времени что по даксу значит приходим сюда вот смотри александр смотрите александр значит по даксу если у нас открывается деппом конечно в первую очередь надо смотреть на старшие таймфреймы как я и говорил в прошлый раз чтобы понимать где же мы в какой ситуации мы находимся в какой мы в волне находимся чтобы правильно находить ориентир да то есть в данной ситуации я смотрю здесь можно по разному интерпретировать да можно взять вот эту за первую волну движения можно взять вот эту волну за первое движение просто я дакс вообще сам за сегодня рассматривал но я понимаю что это очень волатильный интересный инструмент для заработка да соответственно если смотреть внутри дня так мы с вами договорить говорили я просто рекомендую смотреть вам на индикаторы положение индикаторов куда не показывают дневной четырехчасовой да то есть данной ситуации у нас идет покупка по дням по четырех часам тоже покупка по четырех часам более конкретно это все видно вот в чем продолжительно все идет допустим вот и падение здесь было в течение трех недель на двух с половиной сейчас здесь рост идет соответственно сейчас идет рост в течение этой недели и половина следующей да переходим на младший таймфрейм вот обратите внимание на александр для вас рассказываю для всех остальных вот открылся у нас получается день таким большим взглядом я вам рассказывал только что в принципе говорил показывает на валютных парах то что мы смотрим сначала открытия дня да то есть данных ситуации начнешь сам графики вот мы мы бы видели так скажу сейчас скажу точнее шестнадцатое число пять дней назад смотрим четырехчасовом графике шестнадцатое вот мы здесь видим что оба индикатора показывают покупку александр значит мы приоритете нам рассматривать покупки на внутри дня переходим значит вот открылся день по даксу интересная картина то есть дождались такого движения ну здесь просто немножко нужно дольше ждать александр вот по лондону открывается он пошел откат здесь мы натянули сетку да и по моему я это уже вам рассказывал в прошлый раз вот уровень 23.6 здесь видим что тень свечи чуть-чуть на пару пунктиков она за основание первой волны опускалась я вам говорил что надо стоять с запасом небольшим здесь встаем в покупку потом даже когда уже цена пошла в нашу сторону да здесь можно и причем добавить на покупку вот мы встали в покупку вот стоп у нас по вышел 50 и 500 пунктов с 161 да в этот же день мы закрыли 1800 соответственно соотношение 1 в 3 напоминаем да 4 часа график у нас идет покупка вот и если но это относительно дакса если покупка так хорошо значит мы посмотрели хорошо у нас без депа не было вот смотрите первая волна здесь я вижу уровень 50 опять отделка вот пожалуйста александр смотрите не все остальные уровень 50 даже он не задел александр показали разворот здесь покупку стоп через уровень вон 808 пунктов и цель у нас конечно не была достигнута основная в течение этого дня но открывшись гэпом она даже была больше взята плюс вот тут 3000 пунктов я думаю ответил на ваши вопросы сегодняшние еще какие-либо вопросы есть в прошлом времени понятно смотреть в настоящем почему-то не очень я понимаю вас галина вы наверное имеете ввиду то что хорошо рассказывать на истории да показывать что будет по факту я рассказывал на втором вебинаре мы крутили график я вообще взял любую валютную пару и показывал то что не знают ее движение на цены мне вот просто говорили как же могу это сделать и сейчас в режиме реального времени все очень просто вам нужно найти первую волну наложить на нее сетку надеть на себе вход вот такая ситуация вопросы есть какие то есть основной смысл был сегодня давать донести то что если так уж совсем трудно находить первую волну накладывать на нее сетку по моему здесь вообще ничего сложного нет вам нужно просто находить двойное дно и двойную вершину стопы у вас будут минимальные подпадать сюда ждать смотри смотри на график вот обратите внимание вот вот 1 2 3 пошло вниз дальше дали свою прибыль ждем ну да вот хорошо вот идет град раз да я вижу здесь максимум появился жду дальше вижу 2 года появился но не пробил пошел ниже то есть потенциально я вот так вот делаю так вот на этом 10 я покупаю уже 10 я уже покупаю к примеру вот с этим стопом 376 ну я думаю тут все понятно оно пошло наверх вот следующий день здесь нет таких интересных формат то есть двойное двойное дно но цена наверх не пошла соответственно здесь можно ну здесь вообще в ходу в линии видео вот если разобрать более-менее темпрейм двойное дно и двойная вершина на 5-минутной графике могут даже составлять всего 5 свечей так вот это вот ситуация раз два три 4 5 это бывает сложно увидеть но желательно это видеть раз два вниз свеча пошла там растущая свеча потом опять вниз потом опять вверх если на минутном графике разложить то мы это увидим так сейчас это будет долго выгрузиться в общем вы меня поняли 1-2 входа хороших можно на любом валютном инструменте даже не на валютном находить для себя а нам когда еще будут когда еще вебинары будут мы очень внятно рассказывать спасибо канал очень приятно слышать это от вас сегодня мы только с вами познакомились как я помню у нас вебинары проходят с понедельником в четверг следующие вебинары будут проводить так либо в понедельник либо в четверг вы это можете скорее всего 4 числа это будет июнь мин 4 числа либо 30 числа сейчас точно не помню ну вообще у нас как бы есть информация на сайте посмотрите в расписании я думаю все вы там найдете у нас регулярно информация обновляется так посмотрим с вами но пока что у нас идет июнь значит на июле еще информация не будет мы у 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 а а у у у у у у у смотреть утренние брифинги с нашими аналитиками известными и прислушиваться к их фундаментальному мнению. Хорошо, все это вы найдете информацию позже. В общем, отслеживайте, когда будут выступать мои коллеги, очень они тоже интересно рассказывают. Я буду в основном рассказывать про торговые стратегии, потому что уже более семи лет использую их интересно в своей торговле, рассказываю людям, рассказываю заинтересованным. Хотелось бы, чтобы и вы также использовали для себя в своих интересах. Конечно же, помните такие ситуации. Помните, в первую очередь, что торговля – это у вас борьба с самим собой. Все наши проблемы у нас в нашей голове. Не надо искать лишних точек входа. Возьмите просто ситуацию, про которую я вам сегодня рассказал. Выходите двойное дно и двойную вершину. Даже если вы закроете сделку в минус, ничего страшного. Правильно соблюдайте money management и все у вас будет отлично. Александр пишет, Андрей, по индикаторам приведитесь. Александр, меня Петр зовут, индикатор сейчас повторю. Что-то не врубаешься, просто все так быстро. Но я, в принципе, уже четвертый раз одно и то же рассказываю. Ничего страшного, Александр, все хорошо. Индикатор, напоминаю, АО. Вот они здесь находятся. АВСАМ Остеллятор, где он находится? Вот Билла Вильямса. Индикатор Билла Вильямса, АВСАМ Остеллятор. Можете себе записать. Фрейдер называет его АОшка по заглавным буквам. АО. Есть Остеллятор, Остеллятор, Остеллятор. Но, как бы, ими я не пользуюсь. Давайте на него посмотрим. В ради интереса, да? Он немножко отличается. Вот, уводите внимание. Ими меньше. Вот он похож, но здесь этот индикатор хорошо использовать для поиска импульсов силы. В основном он пользуется скальтером тоже, в том числе. То есть, второй индикатор МАКДИ. По-разному он тоже называет. МАСД, МАКДИ. Он у вас находится, значит, в астелляторах. МАКДИ, пожалуйста. Вот он у МАКДИ. Я, когда добавляю два индикатора, я вот именно линии делаю не такие тоненькие, как здесь. Да, смотри, если мы их делаем тоненькими, он будет вот такой. Как бы, мне это не очень понятно. Я вот делаю более толстые линии, так же как индикаторе АО. Вот, в принципе, два индикатора АО, МАКДИ и сетка Фибоначчи. Я рассказываю, напоминаю, вот вы, смотрите, уровни, которые вам нужны. В стандартной схеме сетки Фибоначчи нет уровня 200, 131, 76 и 4. Остальные есть. Просто вам нужно добавить 76.4, 131 и 200. Ну, в принципе, все, то есть вот три инструмента, которые мы пользуемся. Ну и, конечно же, наш МАНИМЕНЕЖМЕНТ, наш депозит, который мы, извинительно, увеличиваем. А вторая волна может быть длиннее первой. Смотри, я об этом уже говорил, вторая волна ни в коем случае не может быть длиннее первой. Значит, у нас формация неправильно мы можем рассчитать. Значит, мы неправильно рассчитали, ну, мы неправильно делали расчет. В общем, так. То есть вторая волна, она максимум может быть равна длиннее первой волны. То есть вот, обратите внимание, вот сегодня, да, по DAX. Наш один из DAX. Александр, вы прям меня заинтересовались. DAX, наверное, мне тоже стоит посмотреть и даже какой-то тест делать, борговлю на нем. Хотя бы на данном счете для вас может быть специально, а может быть для большинства, да. То есть вот, нахожу импульс первой волны. Изначально, чтобы не опровергать свои слова, по сути, да, как я рассказывал вам всем, вот. Вот ситуация. Обратите внимание, вот первая волна, то есть это уже совсем подломный скальпинг на DAX. Я так понимаю, Александр не зря на DAX присмотрелся, потому что можно хорошо на нем брать прибыль, да. Потому что весьма волатинный, интересный инструмент. Вот, смотрите, первая волна, вторая откат. Вот, вторая, она не должна пробивать первую. То есть даже если вот есть такая тень, которая превышает уже, в общем, эта волна превышает движение размер первой волны, но свеча-то закрылась выше, соответственно, это всего лишь тень, которая выбивала стопы. То есть мы здесь первую волну нашли, свеча-закрылась, не пробило. То есть мы пока ждем, так как было, как понять, вторая это волна или нет? Во-первых, она не должна быть больше первой, это раз, да. То есть здесь свеча-закрылась выше, вот пошли свечи на рост. значит мы здесь покупаем вот купили со столом 30 пунктов и пожалуйста вот берем 100 викторием 800 26 пунктов 1000 еще более я вам показываю хитрости можно так сказать волнового скальпинга наверное волновой анализ внутри дня вот я сделала движение какое-то импульсное откат пошел да но откат вторая волна не пробила не пробил основание если бы она пробила значит соответственно это у нас была четвертая волна и туда наверх пошла бы пятая то есть здесь у нас была бы первая волна вторая видите вот в данной ситуации если четвертая то она должна вот мы четвертая как пятая но в данной ситуации мы лучше всего ищите 3-х волновые внутри дня надо вам искать 5 волновых и волновых на старших таймфреймом здесь бы я взял бы какую-то прибыль 80 пунктов вот первая волна вторая я вижу что откатная волна она не пробивает первую волну по моему предположению да помните что мы предполагаем всего лишь дали мы предполагаем и подтверждение у нас идет пробитие уже вершины первой волны тогда может точно знаем что это третье но тут соответственно пока мы ждем прибыли немножко теряем до виду того что но это стопроцентно сделать ну и стопроцентно 90 процентных дел вот я нашел раз первую волну вторая волна откат я натянул сюда свою сетку опять видим даже тень задела уровень 26 прям четко индикатор поминал цвет на красный опять повторно зашел я со стопом 50 пунктов и спокойно вот смотрите беру свою цель 161 взял полторы тысячи пунктов взял 161 и жду дальше вижу что индикатор могли мне показывать рост в данной ситуации я вам помните еще рассказывал есть такая вещь как дивергенция да то есть расхождение вот обратите внимание из вершина здесь уже идет на повышение а здесь идет на понижение локальное минимум соответственно это тоже знак очень хороший знак покупки вот она идет в принципе наверх по полном анализе я бы рассматривал так первая волна вторая так вот так как тень всего лишь была ниже но сейчас закрылась выше да соответственно так я вижу что индикаторы показывают уже разворот на письме здесь я бы где-нибудь купил со стопом вот 60 пунктов вот пожалуйста уже 90 будет 3 входа 3 входа уже вылезал подарок так знаю начнем торговать молодец александр хорошо ну что вопросы еще есть на сегодня у нас время подходит концу очень интересно рассказывать особенно хорошо когда вы слушаете задаете вопросы когда я чувствую действительно что вам это нужно не просто что вы слушаете меня любим и слушаем понятно спасибо ну марина вы уже четвертый раз присутствуйте как я помню уверен что наконец-то наверное все я объяснил понятно и досконально уже то для того что нужно искать просто находить двойную волну двойную вершину двойное дно небольшим стопом заходить соблюдать money management зарабатывать себе на трейдинге и просто наслаждаться жизнью от этого всего процесса и рекомендовать конечно же его друзьям рекомендовать нашу компанию виду того что мы здесь квалифицированные ребята поможем подскажем и настроим вашу торговлю таким образом чтобы у вас все было отлично большое спасибо буду ждать ваш кабинар благодарю канал тоже что пришел сергей можно ли торговать на корректирующих волнах обычно конечно можно сергей но коррекционные волны нужно как бы аккуратнее потому что любой момент они могут резко развернуться тут уж надо опираться на уровне фибоначо те же самые до волны коррекционные в основном состоят из трех волн из пяти но сейчас уже показывать не буду время у нас заканчивается кстати на следующем месяце тоже будет через раз проводить я буду по новому анализу также рассказывать и подсказывать надеюсь что вы все начнете уже в этом времени продавать плюс именно используя данную стратегию купе с классическим анализом убойная смесь получится александр так и есть на самом деле я уже рассказывал то что когда мы строим когда мы строим именно допустим вот по фунту ситуации да смотрите хорошо ладно скажу еще раз да сильно таки есть давайте рассказывать не буду вы все поняли расскажу вам в следующий раз если что в общем всем спасибо всем прибыли и отличного настроения благодарю за внимание и до скорых встреч до свидания